Кажется, в такие короткие сроки мосты в Самарской области еще не возводили. Отмечает Дмитрий Азаров и тестирует дорогу на крупногабаритном авто. Вместе с водителем, который стоял у истоков строительства Сокского моста. Уже люди благодарят, уже в эти выходные пишут активно опять, что спасибо, что так сделали быстро, сегодня не стоим в пробках. За рулем своего КамАЗа Николай Старков уже 32 года, до 15 из которых трудятся на крупных областных магистралях. Перевозят щебень, цемент, песок. Одним словом, все необходимое для строительства дорог и мостовых переходов. Ни сильные морозы, ни жара не позволяют отклониться от графика. Объекты дорожной инфраструктуры должны быть отстроены в срок, а иногда и с опережением плана. Своей работой и работой своих коллег Николай остался доволен и даже немного горд. За короткое время этот участок дороги довели до четырех полос и значительно разгрузили транспортный поток. Человек привыкает ко всему, к труду тем более. Мы русские люди и мы привыкшие работать. Кругом горы, река, две реки даже. Мост прекрасный, блестит, сверкает. Люди едут, улыбаются. С момента технического открытия моста прошло уже две недели, но этого хватило для того, чтобы оценить все преимущества новой дорожной переправы. Введение объекта в эксплуатацию позволило увеличить пропускную способность дороги примерно на 50%. Сейчас здесь могут проезжать до 4000 машин в сутки, что значительно снижает риск автомобильных пробок. Выполнено устройство освещения локальных очистных сооружений, а также установлено барьерное ограждение, заменены знаки, нанесена разметка. Сегодня за успешное возведение моста строителей поблагодарил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Этот мост – мечта, мечта многих и многих людей, которые едут на работу, которые едут на отдых, которые едут на свои дачи. Людей, которые часами стояли в пробках здесь, на Сокском мосту. А сегодня даже в час пик проезжают его. И слова благодарности звучат в адрес строителей. Вод двух мостов позволил разгрузить выезд из областной столицы в Красноярский район. Перед мостовым переходом отремонтировали и расширили Красноглинское шоссе и дорогу в поселок Волжский. Возводить мост через Сок начали в декабре 2019 года. Гарантийный срок на такие сооружения – 10 лет. Ольга Павлова, События.